Старт ежегодной диспансеризации в городском округе Дан. Жители Фокина могут совершенно бесплатно пройти обследование. Для этого достаточно обратиться с документами в медицинское учреждение, за которым закреплен гражданин. При этом каждый работник имеет право взять один оплачиваемый день для прохождения медицинского осмотра. Подробнее об этом расскажем в следующем сюжете программы. Любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. Пожалуй, с этим постулатом согласится каждый здравомыслящий человек. Почему так важно проходить диспансеризацию? Врачи убеждены, подобные профилактические медицинские осмотры позволяют предотвратить возникновение той или иной болезни. Либо на ранних сроках выявить серьезное заболевание. К сожалению, наши люди, пока у них не появится что-то уже достаточно серьезное, не обращаются в медицинское учреждение. И вот такие осмотры позволяют все-таки на ранних этапах выявить или дать какой-то совет человеку для профилактики развития хронического заболевания. Диспансеризация взрослого населения проводится раз в три года, а после 40 лет – ежегодно. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Обращаться с документами нужно в поликлинику по месту жительства. Это врачебный кабинет. Это кабинет номер 19 на третьем этаже. Там работает фельдшер, который еще раз все объяснит, выпишет анализы, расскажет маршрут, что и куда. Второе – это можно записаться на прием к терапевту. Она сейчас принимает три доктора. В принципе, все это доступно. Еще один вариант – это особенно когда человек обращается не за медицинской целью, а с целью прохождения какого-то осмотра платного на водительские права, оружие, трудоустройство и так далее. Он может параллельно пройти и дополнительную диспансеризацию. То есть в 26 кабинете, куда он обращается для оформления договора на платные услуги, он может тут же получить все направления для прохождения этого медицинского осмотра. В Дунае работают два врача общей практики. У них тоже есть доврачебный кабинет, поэтому все это организовано. Единственное, что на сдачу анализа мазокосервикального канала они приезжают в смотровой кабинет сюда. Диспансеризация проходит в два этапа. На первом проводится профилактический медицинский осмотр, который включает в себя в зависимости от возраста анкетирование, флюорографию, измерение основных параметров тела, рост и вес, артериального и внутриглазного давления, а также определение уровня холестерина и глюкозы в крови, относительного сердечного сосудистого риска, электрокардиографию. Осмотр фельдшера для кушерки в смотровом кабинете с целью выявления визуально видимых онкологических заболеваний – это сдача крови на сахар и холестерин, это флюорография раз в два года и общий клинический анализ крови и ЭКГ старше 35 лет. Для удобства граждан у нас забор крови по диспансеризации проводится в течение всего рабочего дня. То есть не с утра, как по назначению доктора или при прохождении какой-то платной медкомиссии, а в течение всего дня для удобства граждан. Второй этап диспансеризации проводится для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания при наличии показаний по результатам первого этапа. Он включает в себя сдачу дополнительных анализов и консультации с профильными врачами. Женщинам старше 18 лет каждые три года во время прохождения дополнительной диспансеризации проводится скрининг на атипичной клетке. Это мазок от цервикального канала, который проводится на базе краевого онкодиспансера и позволяет выявить атипию клеток, которые являются предраковым состоянием, поддаются лечению, позволяют избежать развития такого серьезного заболевания. В старше 40 лет раз в два года проводится гемотест. Это сдача анализа кала на скрытую кровь тоже проводится на базе онкодиспансера. Очень значимый анализ, который позволяет выявить онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, женщинам старше 40 лет раз в два года проводится мамография. В 45 лет – ФГДС. Мужчины сдают онкомаркеры на выявление онкологических заболеваний предстательной железы. После обследования проводится консультация с врачом-терапевтом. Если в ходе обследования у пациента выявлены патологические изменения в организме, то врач назначает более углубленное обследование. В частности, если у человека выявляется положительный гемотест, обязательно обследуется весь желудочно-кишечный тракт. То есть делается ФГДС, колоноскопия, ректоромоноскопия. Дается направление на консультацию колопрактологу в краевую клиническую поликлинику. Если у женщины выявляется патология мазка, конечно, мазок этот проверяется не только на атипичной клетке. То есть выявляются и воспалительные процессы, возрастные изменения. Если женщина нуждается в лечении, она в любом случае направляется к врачу-гинекологу. Но если у нее выявляется атипия, то это берется на контроль. При прохождении диспансеризации каждый работник имеет право взять один оплачиваемый день раз в три года. Для людей предпенсионного и пенсионного возраста предоставляются два дня ежегодно. Отметим, что диспансеризация – это медицинский осмотр, направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, а также риска их развития. Ежегодные мероприятия по полису ОМС проходят тысячи приморцев. Но врачи все-таки обеспокоены слабой активностью населения в этом плане. В прошлом году прошло 2031 человек, медицинский осмотр. Это, конечно, недостаточно. Мы ждем, что в этом году будет больше людей. И по результатам. Но по выявлению заболеваний у меня данных нет. А по скринингу онкологическому я могу сказать, что у нас выявлено 14 положительных мазков из цервикального канала у женщин и 10 положительных гематестов. Все эти люди были вызваны, и всем им было назначено дополнительное обследование. Напомним, диспансеризация взрослого населения проходит в рамках Краевой госпрограммы развития здравоохранения Приморского края. Все обследования как на первом, так и на втором этапе проводятся бесплатно. Диспансеризация проходит не в принудительном порядке, а по желанию гражданина. Продолжение следует...